Мы в гостях у Марины Федоренко, золотого мастера Коралл Клаб Интернешнл. И сегодня у нас пойдет интересная тема. Правда и неправда о микрогидрине. Бытует такие мнения среди дистрибьюторов, что в каких-то ситуациях микрогидрин нежелательно добавлять в коралловую воду. При каких-то ситуациях идет обострение. Мы хотели выяснить, а что на самом деле происходит. И слово предоставляем очаровательной женщине. Марина Федоренко. Моё знакомство с микрогидрином произошло в Канаде. Я была на большом форуме в Канаде. И там познакомилась с замечательным доктором Даниэлом Хиггинсом. Он человек с большим чувством юмора. Он ходит на собрания всех сетевых компаний, связанных с БАДами. Слушает, подписывается, покупает продукты. И все с радостью ему все продают. Но никто не знает, что дома... Это серьезные ученые. У него дома лаборатория. И он каждый продукт проверяет. Он специалист в области антиоксидантов. И у него есть возможность проверить окислительно-восстановительный потенциал, изменение ПАЖ. И каждый раз сталкивается с тем, что то, что говорят со сцены, очень серьезно не соответствует тому, что есть на самом деле в результате исследований. Поэтому обычно через несколько дней он приходит назад в эту компанию, где что-то купил. Говорит, ну что, все, что вы мне говорили, не соответствует действительности. Верните деньги за то, что я у вас купил. Еще и деньги за моральный ущерб. И платит, между прочим, потому что как бы серьезная ситуация. У него доказательно с лабораторными исследованиями есть результаты. То же самое с ним произошло, когда он столкнулся с микрогидрином. Реклама микрогидрина говорила о том, что это очень мощный антиоксидант. Кроме того, это тот продукт, который дает колоссальную энергию. Доктор Даниил Хиггинс решил, что он это проверит. Придя домой, он выпил 8 капсул микрогидрина и решил, что если это донатор энергии, то это какой-то стимулятор. А раз стимулятор, значит спать не будет, что-то вроде кофеина. К его удивлению, он замечательно выспался. Но утром, вот что его отличает от нас с вами. Каждое утро он измеряет ПАЖ собственной слюны. И измерив ПАЖ собственной слюны, он обнаружил, что результат 8. То есть действительно серьезное ощелачивание организма. Его это очень заинтересовало. Он стал добавлять микрогидрин в воду, в чай, в кофе, в молоко, в кока-колу и так далее. В самые разные продукты делал вытяжки из мяса, рыбы, яйца. И в результате, стоя на сцене в Канаде, он сказал, я совершенно убежден, что настанет такой момент, когда на каждой кухне, в каждом кафе, в каждом ресторане, в любом месте, где люди питаются, вместе с солью, сахаром, еще лучше, вместо них будет стоять микрогидрин. Потому что это удивительный продукт, который ваши ужасные продукты питания превращает в прекрасные. Свои исследования он оформил в результате в виде таблицы, показывающей, насколько мощное антиоксидантное действие оказывает микрогидрин. Он проводил все эти исследования. Так что же на самом деле такое микрогидрин? Почему у него такое действие? И вообще, как его правильно использовать? Потому что легенды и мифы ходят разные. Я же в Канаде встретила с профессиональным врачом, который занимался этим, активно занимался, один на тот момент из ведущих лидеров компании. Я спросила, как правильно использовать микрогидрин, есть ли методика уже наработанная несколько лет. И, соответственно, я получила ответы, результаты, с удовольствием поделюсь. Кроме того, и у меня, и у Мариночки Сашенко замечательные. Свои собственные исследования, наблюдения уже много лет, слава Богу, есть, нам есть что свое рассказать. Итак, что же такое микрогидрин? Почему этот продукт так важен для всех нас? Микрогидрин оказывает несколько видов воздействия в силу того, что надо понимать, что такое. Там ничего особенного нет. На баночке микрогидрина нарисована практически формула. Кристаллическая решетка кремния и внутри атом водорода отрицательно заряженный. Это уникальное состояние водорода. Мы все с вами учили химию. Водород – это первый элемент в таблице Менделеева. Тот, кто рождает воду. И это самый маленький атом и самая маленькая частица. И мы все помним, что он относится к группе металлов, то есть он, отдавая электрону, становится положительно заряженным. Но очень давно известны исследования, что электроны сами по себе никуда не скачут. Что должен быть та лошадка, верхом на которой электроны куда-то прыгают. Эта лошадка и есть атом водорода. Он переносит добавочные электроды, переносит от одного элемента к другому. Так вот, получить отрицательно заряженный, то есть атом водорода, который взял где-то электрон, это нестойкое соединение. И несет его. Вот это достаточно технически сложная штука, но в природе это есть. Нектар цветов. Это источник отрицательно заряженных атомов водорода. Вода в горных районах земли. Бегущая со склонов. Да, бегущая со склонов. Это все вода, имеющая вот этот водород отрицательно заряженный. То есть в природе это встречается. И люди, которые живут в горных районах и пьют такую воду, большее долголетие, большее здоровье. Такая вода есть еще в нескольких уголках земли. Но в чем особенность? Эту воду нельзя один раз купить, там, тонну взять, долго держать, и все это будет у тебя потом всю жизнь пить, и она тебя будет омолаживать. Надо каждый день брать из этого источника. Почему? Да потому что соединение водорода и электрода нестойко отдает. И вот в результате у нас как бы необходимость, если вы хотите жить долго, быть очень здоровыми, у вас есть несколько моментов. Вы можете поехать в горы, жить в горах, каждый день выходить, дышать чистым воздухом, черпать из горного источника, пить эту воду, и действительно вы проживете более здоровую и более длительную жизнь. Если вы не планируете так все бросить, поменять и уехать в горы, то у вас есть волшебный источник здоровья. Это микрогидрин. Микрогидрин в сухом виде, он стабилен, но стоит добавить в микрогидрин воду. Я никогда не расстаюсь с микрогидрином, я никогда никуда не езжу без микрогидрина. Он всегда со мной, и я постоянно употребляю этот продукт, потому что он имеет массу волшебных особенностей. Так вот, чуть-чуть микрогидрина мы добавляем в воду. Вот мы сегодня же без прибора, а так мы показали, да. Всего пыль проходит буквально несколько, полминуты. Все. И вот это вообще удивительная вода. Она эквивалентна той воде, которая течет в горах. Вот это источник долголетия. Кроме того, это источник энергии. Вы, наверное, обращали внимание, когда показывают фильмы о людях, живущих в горах, что они поднимаются в горы, достаточно энергичные люди, да. По 8 километров вверх-вниз, не крюк, да. Откуда они получают дополнительную энергию? Вот в этом стакане дополнительная энергия и мощнейшая защита. Ваше здоровье, Мариночка. Да, я присоединюсь. С удовольствием. Не, не, доставай себе капсулу. Вот таким образом можно, причем волшебный секрет, уж сразу по ходу расскажу. Вот в этой, в этом стакане уже энергия, которая сразу, я ей воспользуюсь буквально через 5-10 минут. В этой капсуле я ее получу чуть позже, потому что капсула растворяется в тонком кишечнике. Но действие будет продолжаться более длительное время. Максимально эффективное время, это 6 часов. Ваше здоровье. За ваше здоровье. Наше здоровье. Что же обнаружил Дэниел Хиггинс? Чем пользуются люди в горных районах? И какое сокровище у нас с вами в руках? В чем секрет? Секрет очень простой. Почему мы стареем? Почему мы заболеваем? Почему мы умираем? Все находят 33 разных причины, на самом деле и тысячи причин. Но если системно думать, разбираться, а почему эта причина действует, а почему, а почему, то мы придем к очень простой мысли. Человек умирает от того, что ему не хватает кислорода, чем дышать. Ему не хватает воды, в которой живут наши клетки. Ему не хватает энергии. И не важно, что вызывают эти причины. Интоксикация, или нарушение питания, или вредность производства, или радиация, или стресс. Все это в конце концов, когда мы на клеточном уровне разбираемся, оказывается, что нам в клетке нечем дышать. Не хватает ей воды, не хватает ей энергии. Какое отношение к этому имеет микрогидрин? Позвольте, я вам немножечко нарисую. Мы с вами живем как биологические существа за счет того, что мы дышим кислородом. Но кислород – это окисление. И каждую секунду наши клетки, в результате того, что происходит процесс окисления, в нашей клетке есть кислородные дыры. И вот эта бомбардировка. В организме есть, в результате окисления, получается, свободные радикалы. Неполные положительно заряженные молекулы. И у нас есть внешние свободные радикалы. Вот там, свинец. Мы дышим выхлопными газами, практически мы дышим окислами свинца. Мы пьем отравленную воду со всякими сбросами. У нас стрессы, мы злоупотребляем лекарствами, мы питаемся неправильно пищей. Можно долго перечислять, но принцип, что такое свободные радикалы? Это неполная молекула, положительно заряженная. А поскольку в природе все стремится к стабильности, ей нужно где-то взять электрон, чтобы стать стабильной. Результат, этот электрон воруется у клетки. И вот представьте себе, жила-была, красивая, добрая, умная, счастливая, здоровая клетка. И она встречается с одноглазым бандитом, свободным радикалом. И этот свободный радикал забирает у клетки электрон. С мембраны клетки, из ядра клетки. Результат, наша клетка, вот мы ее так, чтобы можно было узнать на ножках. Теперь наша клетка превращается в одноглазую клетку. Свободный радикал нейтрализуется, одноглазая клетка, печальная, начинает заболевать. Есть в природе масса антиоксидантов. Ну давайте так разверну, чтобы было видно. Вот процесс. Жуткий бандит. Есть в природе масса антиоксидантов. Все вы их знаете. Витамин С, витамин жизни, витамин Е, витамин жизни, витамины группы В. Есть прекрасный продукт, природный элемент, это селен. Есть ферменты, есть аминокислоты, которые легко... Отдают свой электрон и в результате защищают нашу клетку как щитом. Не успевает бандит добраться до клетки. Ему отдали свой электрон антиоксиданты. Те, кто борется с последствиями процессами окисления. И даже то, что мы дышим... Ну вот простой пример, да? Ржавчина это что такое? Это процесс того, что мы находимся в кислородном пространстве. И происходит окисление, да? А теперь представьте себе, как в результате того, что мы дышим, наши свободные радикалы, наши антиоксиданты, защитники не справляются, не хватает их, учитывая изменившуюся экологию. И у нас потихонечку начинает ржаветь наш мозг, наши сосуды, наши суставы, наше сердце. В машине мы используем антикоррозийные средства. Микрогидрин это и есть антикоррозийное средство для защиты. Каждой нашей клетке, не важно где она находится. Мозг, сердце, печень, суставы. Итак, давайте продолжим. Есть антиоксиданты, вот такие солнечные витамины, микроэлементы замечательные, которые с удовольствием помогают нам. Они отдают свой электрон свободному радикалу, но в результате сияние уменьшается, и они сами становятся менее агрессивными, слабыми, но тоже свободными радикалами. Поэтому учеными доказано, что существует каскадный такой процесс. Витамин С отдал электрон, значит ему нужно взять этот электрон, чтобы самому стать нормальным, у витамина Е. Витамину Е нужно взять электрон у витамина А. Витамин А, ему нужно взять электрон у витамина В. И так далее. То есть получается, что отдавая свой электрон, сам витамин или микроэлемент... То есть есть зависимость, безусловно. А что такое микрогидрин? А микрогидрин — это атом водорода, имеющий на своей орбите один добавочный дополнительный электрон. И он его легко отдаёт свободному радикалу. Свободный радикал. И что происходит? Мы в результате получаем нейтрализованный свободный радикал и атом водорода нейтральный. Но в капсуле микрогидрина огромное количество этих атомов водорода. Огромное! И в результате каждый атом водорода встречаем на своём пути кислород, коль уже мы дышим. Что мы получаем? Мы получаем ту воду, без которой мы умираем от обезвоживания. И поскольку этот процесс несёт энергию, то мы ещё и получаем молекулы АТФ. У нас специально есть электростанция, в которой вместо угля используются водород и кислород. Эта электростанция называется микрогидрин. Вот, собственно, мы с вами, когда мы пьём микрогидрин, что мы с вами получаем в результате? Давайте ответим себе на этот вопрос. Первое, мы получаем самую мощную защиту. Если я вам напишу формулу витамина С, и мы учтём, что витамин С состоит из водорода, кислорода, углерода и так далее, и каждая последующая молекула, она больше, чем вода, вот такой огромный слон, и он несёт, только один электрон переносит. Одна молекула витамина С. И маленький-маленький атом водорода тоже переносит этот один электрон. Что происходит? Сколько муравьёв может поместиться на теле слона? Приблизительно так же. Более того, учёным было очень интересно. И провели исследование, и доктор Даниил Хиггинс принимал участие в этих исследованиях, и оказалось, если вы берёте сок морковки, свежий сок морковки, вот только что приготовленный, и морковку сорвали с грядки, не успела она завять, получили и сразу выпили. Потому что, знаете, он постоял 3 часа, всё, уже не такой это мощный защитник. Самый мощный, свежий. Оказывается, 10 тысяч стаканов этого сока дают такую же защиту, как одна капсула микрогидрина. Оказывается, что нужно съесть 100 килограмм витамина С, чтобы получить такую же защиту, как одна капсула микрогидрина. Во-первых, это невозможно сделать, потому что, ну невозможно это сделать, можно получить большие проблемы от гипервитаминоза, и совершенно никаких проблем нет, когда вы пьёте микрогидрин. Он абсолютно безопасен. Итак, мы с вами, первое, что мы получаем, мы получаем защиту. Мы дышим, у нас кислородные дырки в клетках, наши собственные витамины, микроэлементы, аминокислоты защищают, но остаётся небольшой, там 0,1%. Не успели справиться. А в условиях вредной окружающей среды чуть больше, чуть больше. И накапливаясь, вот эти незаштопанные дырочки заканчиваются нашей старостью. Защита самая мощная. Простой пример. Вот, когда рассказываешь все эти теории, кто-то понимает, кто-то нет. Я говорю, так, ребят, давайте проще. Одна выкуренная сигарета, это 10 в 16 степени. Что значит 16? Это 10. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать нулей. Свободных радикалов. Одна капсула микрогидрина, это 10 в 25 степени защиты. Это не значит, что я вас призываю курить. Это же сколько можно выкурить сигарет на одной капсуле микрогидрина. На самом деле, реальность не такая. Не так происходит. Микрогидрин не действует. Одну капсулу выпили, теперь курите-закуритесь до конца своих дней. Он в течение шести часов оказывает максимальное действие. Потому что этот электрон, вот тут вот, он не будет вечно держаться за атом водорода. Нейтральная молекула водорода, она же и есть нейтральная, без этого электрона. Как только микрогидрин мы высыпаем, атомы водорода тут же отдают в воду, тут же в клетку, тут же на всех уровнях, сразу отдают, штопают, быстренько чинят. Знаете, такие маленькие гномики, ремонтная бригада, только попали в кровь и пошли. Там замазали тут, санитары леса. Санитары леса. Вот это вот они нас защищают. Это первое. Второе, что дает микрогидрин? Колоссальную энергию. Что такое синдром хронической усталости? Я думаю, что очень многие люди знают. Вот утром встал, не совсем выспался. Полдня поработал, уже устал. Энергии двигаться нет. Расскажу волшебную историю, поскольку правда. Недавно я была в Киеве и была на лекции замечательного человека, блестящего оратора и миллионера в сетевом бизнесе. Рэнди Гейдж. Я думаю, что вы читали многие его книги. И он делился с нами своим опытом, он говорил о сетевом бизнесе, о том, как правильно его строить. До беды он работал вроде нормально, а потом я смотрю, вот, тяжело человек. Он не может скрыть зевка. Думаю, ничего себе, тут тысячный зал наэлектризован, а он позевывает. То он сядет, то он, прервал на секундочку, вышел. Что ж такое? Я понимаю, что ему что-то нехорошо. Мы с Зиночкой деревьевой, без микрогидрина не живем. Зина, кто быстрее отдаст? Зина мне банку микрогидрина, говорит, у меня не было с собой упаковки, баночки, так ношу. Она, вот, дай, ну, Марина, ну, жалко же. Не вопрос. Я подошла за кулисы, переводчику говорю, я специально принесла, что-то происходит, я вижу, что ему нехорошо. Он говорит, он отравился накануне. Что такое отравление? Масса свободных радиканов. И я говорю, я бы хотела поделиться, вот, чтобы он не волновался, чтобы он прочел здесь, можно прочесть на английском языке, что это. Здесь ничего нет, никаких витаминов, вызывающих аллергию у человека, если не переносит, да? Никаких трав, которые переносит или не переносит. Здесь ничего нет. Здесь есть кремний водорог. Через 15... Причем я сказала, как это надо выпить. Вот так, как я вам показала. немножечко воду, капсулу запить. Я, честно говоря, была не убеждена, что он станет это пить, знаете. Потому что неизвестно кто, неизвестно, что приносит. Но поскольку я знала Ника Шестакова, он меня как бы рекомендовал. И он почитал. Через 15 минут он вышел на сцену. Энергия. Он прекрасно провел оставшиеся после обеденной сессии. И на следующий день мне сказали спасибо. что спасибо, что помогли, потому что я это выпил. Замечательная вещь. Вот это микрогидрин. Если вы в дороге... Я очень часто пользуюсь микрогидрином, не только я. То есть я-то постоянно пью. А вот со мной мы ездим в дороге с моим водителем. И вот его не надо убеждать, что микрогидрин это хорошо. Потому что если длинная дорога, если стрессовая ситуация, устал микрогидрин перед дорогой, причем сразу две капсулы. И замечательно. Приехали, устали. А я часто бывает с колес на сцену. И мой ассистент вместе со мной, потому что он там сидит за компьютером. И замечательно. Микрогидрин это энергия. Это колоссальная энергия. Недаром у нас есть сертификат, выданный Олимпийским комитетом, что микрогидрин не является допингом. Здесь нет никакого другого активного вещества, кроме самого водорода. И микрогидрин используется спортсменами с большими достижениями. Украинские спортсмены, бегуны во время еще, даже не этой, прошлой. Олимпиады использовали, проходили допинг-контроль и получили прекрасный результат. Это энергия, которая может быть всегда с вами. И не надо заблуждаться. Человек умирает от того, что у него не хватает энергии. Потому что, чтобы даже просто лежать, нам нужно потратить энергию. Мы не растекаемся, как капля. Наши мышцы в тонусе. Чтобы дышать, нужна энергия. Чтобы сердце билось. 60-70 ударов в минуту, нужна энергия. И энергия, топливо, основное топливо, это и есть водород. Вот это микрогидрин. Еще одна вещь замечательная. Микрогидрин очень сильно ощелачивает внутреннюю среду. Ощелачивание внутренней среды. Почему это так важно для нас с вами? У нас как встретятся врачи или биохимики, начинают... Все закислять надо. Страхи Господни. Яблочный уксус самое то. Ребята, вы поняли, почему работает яблочный уксус? Он ведь работает. Не потому, что это кислота. Там есть антиоксидантное, витаминное, микроэлементное воздействие. Ребят, не торопитесь закисляться, дорогие мои. Человек не надо на запчасти. Мы и так едим достаточно кислую пищу. Есть таблицы по щелочному и закисляющему нас питанию. Мы и так создаем все условия. Я уж не говорю о том, что мы пьем. В нашей культуре пить кофе, газированные напитки и так далее. Я уж не говорю, что все свободные радикалы создают и так избыток кислоты в нашем организме. Самый простой пример. Человек попадает в реанимацию вследствие тяжелого заболевания, будь то сахарный диабет или тяжелая интоксикация. Что ему делали раньше, во всяком случае? Сегодня уже немножко другие препараты используют. Соду капали с двух рук. Отщелачивание. Для чего? Чтобы справиться с кислотой. Более того. И вот этот элемент ощелачивания не надо нам соду, не надо нам с двух рук. Постоянно поддерживать более щелочную среду. И мы что создаем? Мы создаем условия, в котором нам хорошо, бактериям, паразитам. В этой среде плохо. Вот и получается, что мы еще и защищаемся от развития хронической инфекции. Более того. Вот в данной ситуации я хочу, чтобы рассказала Марина. Потому что то, что я вам рассказываю, выглядит несколько теоретически. Ну вот, Мариночка Сашенко, она проводила исследования. Причем абсолютно независимые работы в фирме, которая занималась восстановлением здоровья. Вот, Марина, лучше расскажи, потому что, чтобы я не исказила. Да. Ну, это было уже 4 года назад. На самом деле, я не работала ни в каких фирмах. И меня интересовало по моей специфике работы найти антиоксиданты, которые максимально бы эффективно работали для любой категории пациентов. Но на тот период мы достаточно плотно занимались наркоманами. Вот. И моя цель была единая, как быстро очистить наши жидкие среды, кровь, лимфы, все, из чего мы состоим, от не только свободных радикалов, а компонентов, веществ, которые вообще в организме человека не должны присутствовать. Это относится и к алкоголю, только в больших дозах. И, естественно, наркотические вещества. И нужно всегда помнить, что эта категория людей имеет еще другие проблемы, как СПИД и гепатит С. Ну, на самом деле, по-моему, наркоманы это просто ходячий полигон, мусорник ходячий, жуткая интоксикация, все тело пропитано ядами и последствия воздействия этих ядов на тело. Да. Вот. И тогда мы с коллегой приняли решение собрать со всех фирм, вот попросили наших близких, знакомых, принести антиоксиданты, которые существовали тогда на нашем рынке. Вот. Нас не интересовало название компании. Я далека была от этого, в какой фирме какой антиоксидант. Мне было все равно, мне нужно процент эффективности. У нас достаточно была интересная аппаратура, которая могла реально показать эффективность не то, что написано на баночках, даже мы не смотрели, из чего состоят на самом деле компоненты. И мы определили, для нас было большое, составляло большое удивление, что из всего того большого, большой массы антиоксидантов, которые мы проверили, мы отобрали именно три. Вот. Это был микрогидрин. Это потом я подробно читала, что это такое, из чего состоит. Но вот, как я говорю, нужно быть скромнее, мы это причислили к 99%. Вы понимаете, кто уже использовал этот удивительный продукт, это проценты гораздо выше. Вот. Но у нас было исчисление 100%. Вот. И на первом месте, это, конечно, удивительный продукт, микрогидрин. Потом коралловая вода, мы более такой... Алкомайн. 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 Спасибо за подсказку. Алкомайн. Вот. Это активин, фикатен, селин, это уже, мы говорим, по степени эффективности. Но на первом месте, конечно, микрогидрин. И вот уже из практики... Марина, простите, а другие компании тоже представили свои лучшие ведущие антиоксиданты? Да. Ну, по той шкале, которая вот для нас была очень принципиальная, то есть оценка... Как оценивали? Да, как оценка, то я могу сказать, что-то было 45%, 56%, 78%. Вот потолок 78% использует ту аппаратуру, но это для нас был критерий оценки. А в качестве критерии оценки что использовались? Какие? Клинические наблюдения, лабораторные исследования? И клинические, ну, опять же, я говорю, это аппаратура, она информационная такая, она относится к информационной резонансной. Это австрийско-немецкая аппаратура. Она позволила оттестировать эффективность действия. Мы не брали отдельно на клетку, а вообще эффективность самого препарата. И, конечно, так как мы занимались достаточно серьезными клиентами, вот, там нельзя было ошибаться, там нельзя было сделать на 50%, там нужно или хорошо, или не начинать совершенную работу. И было принципиально. И самое главное, если мы говорим о наркоманах, то критерий оценки еще была реальная кровь. То есть, кто сталкивался с этим, у них, во-первых, очень тяжело взять кровь, но когда я на нее смотрела, для меня было большое удивление. Первый раз это увидела, когда кровь практически черная была. То есть, не нужно говорить, что дает ей этот цвет. Это, конечно, бескислородное совершенно состояние. И когда я брала кровь, то есть, мы определяли, а потом через где-то 4 часа, к концу дня, потому что мы занимались с утра до вечера, к вечеру я смотрела, что эта кровь была до 100. Я не могу сказать, что она алая, но она слишком отличалась, если мы говорим по цветовой характеристике, от той крови, которую мы были. Была 4 часа назад. Да. Просто если мы говорим о наркоманах, дозировка микрогидрина, как профилактика, мы здесь выпиваем от одной капсулы до 4, то в этой практике мы использовали даже до 15 капсул. Но к концу суток, опять же мы говорим, мы нейтрализовали, связали, к концу суток мы получали достаточно яркую кровь, венозную, если мы оцениваем от того, что мы видели изначально. Значит, вот за эти сутки мы провели колоссальную работу в организме этого человека. Ткани потом будут выкидывать все остатки, но это будет в следующий день, и у нас есть возможность ему помочь собрать эти токсины на следующий день. Кстати, вот это вот очень важно, потому что я тоже сталкивалась с тем, что существуют, бытует некие заблуждения, что микрогидрин нельзя давать всем, что нужны какие-то особые условия. Микрогидрин можно давать, начиная с возраста, там, полугода. Мы даже грудничкам давали. Да, грудным детям, и нет противопоказаний по возрасту вообще. Я просто общалась с американцами, меня, как врача, профессионального врача, конечно, больше всего волнует безопасность изначальная, потому что, чтобы не навредить. И вот что нужно понимать при этом? В то время научный отдел компании возглавлял доктор Смит, который провел на себе исследование. Он выпил упаковку микрогидрина, слава богу, жив-здоров. Ну, как бы, знаете, один пример, не показатель. Не статистика, да? Но когда я спрашивала своих зарубежных коллег, вот как вы пользуетесь, меня поразило, что можно отучить от героиновой зависимости благодаря микрогидрину, но там 12-16 капсул. Ну, раз можно так. Я же 12 капсул выпила, героином не пользуюсь. Мне было интересно по поводу курения, да? курить точно не можешь. Не хочешь. То есть руки есть, закурить можно, но желанием бросаешь сигарет, не хочешь. Боже мой, какую колоссальную работу делает микрогидрин в организме, если он настолько изменяет внутреннюю среду, что привычной интоксикации не хочется. Поэтому если этим серьезно заниматься, то не экспериментами, а надо программу, вы же знаете, что и бросить курить, и бросить наркотики одноразовым дачей наших продуктов, мы ничего не добьемся, если человек не ставит себе эту цель, если он не хочет, и так далее. То есть тут не надо обманывать себя, что подсыпали наркоману, и наутро он стал нормальным человеком. Надо реально к этому относиться. Но что важно, я почему эти примеры перевожу? Потому что важно, насколько безопасен микрогидрин. Невозможно нанести человеку смертельный вред или серьезный вред микрогидрином. С другой стороны, бывает не всегда приятные ощущения. Я разговаривала с Алланом Смитом, и говорю, вот у вас бывают такие ситуации, когда человек себя не очень хорошо чувствует. ведь что происходит в нашем организме? Микрогидрин связал свободные радикалы. А наша клетка, она же ой, не с той стороны, и сейчас. Что происходит? Вот живет наша клетка. Уже несчастная такая, дрожащая, завявшая, изуродованная свободными радикалами. И живет она в тяжком болоте. потому что внеклеточная жидкость, столько яда, столько различных свободных радикалов, и она как-то пытается сквозь эту грязь все-таки питательные вещества получить, кислород получить. Но клетка живет так же, как и мы. Поели, результаты еды мы выбрасываем то, что нам не нужно. И клетка выбрасывает. А вокруг кислота, замусоренность, кишечник у нас не почищен, почки у нас забиты в той или иной степени, да, кожа пытается справиться с этим навалом отравлений, поэтому отвратительный запах изо рта, по коже, все. Ну, что происходит, когда мы пьем микрогидрин? начинает, а у нас здесь есть, боже, самый лучший карандаш на свете. Он же стирает это, да? Что происходит? Мы начинаем ощущать вне клеточную жидкость. И у клетки появляется шанс теперь накопленный здесь яд избавиться. Что такое очистительный кризис? В тот момент, когда мы почистили вокруг клетки, связали, появляется шанс выдать изнутри клетки, и происходит массовый выброс, а массовый выброс организм наш чувствует себя в стрессовой ситуации. Как раз хорошо, что 4 капсулы микрогидрина это та самая, почему 4? 6 часов. И это та самая норма, которая может круглосуточно вас защищать. Американцы так и продают микрогидрин, 4 капсулы микрогидрина в день. С чем я в практике столкнулась? Как я использую микрогидрин? Если молодой человек, здоровый человек, какие-то небольшие хронические отклонения у человека есть, я говорю, что 4 капсулы микрогидрина в день. Но давайте мы начнем во-первых с алкомайна, потому что надо немножечко разжижить пути выведения, да, вот эта дренажная система. Все эти яды, они куда попадают? Они попадают в кровь, они попадают в лимфу. Теперь кто это будет выводить? Это надо выводить с почками, это надо выводить через кишечник, и надо немножечко вот систему кровотока, систему всех дренажей открыть. поэтому хроникам я предлагаю начать с любимого нашего продукта. Вот уж без чего не хожу тоже никогда, это ездит всегда со мной, причем у меня вот какую сумку не открою, в сумке, в кошельке, там в этом кармашке, в этом кармашке, всегда со мной. Почему? Сейчас я водичку. Потому что алкомайн замечательно открывает все наши дренажи. Ну знаете, пересохшее русло реки, и тут мы даем воду в это пересохшее русло реки, и совершенно меняется жизнь вокруг этой, да? У засохшего русло реки там несчастные засохшие все эти кустики, и тут все начинает свистеть. Наш организм погибает от обезвоживания. Мы не допиваем колоссальное количество воды. И мы пьем только кипяченую. Вот я, честно говоря, до прихода в компанию, я врач, я многое понимаю, но как-то мы в быту забываем, что мы врачи, ученые, я не знаю, очень образованные люди. В быту мы как все, чай, кофе, сок борщ, живой воды, я не кипяченой воды вообще не пила, кипяченая вода невкусная, я получается, что не пила воду. Не пила воду. И почему все наши люди в компании Международный Королевый Клуб молодеют? Да они просто дают напиться организму, который очень долго страдал от обезвоживания. И вот эта вот возможность, я люблю так, когда на стакан, я люблю вот так вот высыпать. И вот когда мы начинаем пить воду, мы разжижаем кровь. У нас есть исследования на темнополе микроскопе, которые очень четко показывают визуально можно увидеть реальность свою собственную кровь. Вот она была сгущенная, вот маленькие эритроциты, вот лейкоциты полуживые, вот кристаллы. Пьем коралловую воду. Сразу видно как там приболевший Илья Муромед, сидевший, вдруг там оживление, вот это яркое оживление. Вот это вот и есть вода. И хроники. Сначала мы пьем воду, потом добавляем микрогидрин. Постепенно. Капсула две, три, все равно четыре капсулы. Что делать? Американцы они немножко более резкие, они как? Даем микрогидрин, тяжелый больной, начинаем с капсулами микрогидрин. Да, кстати, я забыла. У них же коралловой нашей воды алкомана пока нет. Вот конечно куда им бедным сиротам деваться. То есть начинают с микрогидрина и потом вот постепенно пять дней по одной капсуле, через средняя по две капсулы, потом через средняя по три и четыре капсулы в день. Они все равно обязательно упивают. Я говорила с врачом в Канаде, который мне сказал, те болезни, которые люди накапливают в течение многих лет, от которых они лечатся много лет, реально за четыре месяца происходит революция. Человек начинает совершенно по-другому чувствовать, он избавляется от хронических страданий, уже на второй месяц мы получаем очень мощное улучшение в здоровье. вот это собственно и есть то, что дает микрогидрин. Но наша цель, давайте не забывать, не столько лечить, для этого есть врачи, давайте все-таки быть ответственными, потому что когда у человека чистительный криз, он пугается, он говорит, мне плохо, вы меня отравили. На самом деле у тебя чистительный криз, и нужен авторитет врача, который объяснит, во-первых, предупредит, может быть, во-вторых, не надо бросать, наоборот, нужно продолжать. И в этой ситуации вопрос очень простой. Первое, если на чистительный криз, на микрогидрин, то можно немножко уменьшить дозу, я это точно проверяла, как до половины капсулы, до четверти капсулы, а в это время увеличить дозу коралловой воды, алкомайна, то есть пакет на стакан, через полчаса, через час мы справляемся быстро с очистительным кризом и дальше живем замечательно, отлично. Отлично. Вот используя такую методику, если вы готовы, если вы знаете, самое главное, или мне говорят, микрогидрин нельзя с алкомайна. Я говорю, и кто, какой великий ученый это сказал? Я, например, тот самый человек, который именно это и пью. Моя дочь всю беременность пила и с первого дня и алкомайн, и микрогидрин. Она не знала, что такое интоксикация первого триместра. Она не знала, что такое интоксикация второй половины беременности. Она родила за два часа абсолютно здорового, замечательного мальчика. Если уж мой ребенок, как вы думаете, я враг своему ребенку, мои обожаемые дочери. То есть это абсолютно безопасно, надо правильно к этому относиться. Единственное предупреждение, я столкнулась с тем, что гипотоники по природе, вот часто есть люди, которые страдают гипотоники. Когда они начинают пить микрогидрин, они жалуются, меня ведет голова, кружится, слабость. Есть два пути. Первый путь. Подождать, там, два-три дня происходит процесс адаптации, и дальше замечательно себя чувствует. Но я не люблю страдания ни в каком виде. Какой вывод, к чему я пришла? Им не хватает, у них большая, большой недостаток витаминов. Витаминов. Поэтому микрогидрин, защищая как 100 килограмм витамина С, тем не менее, его не заменяет. Витамины делают свою работу, они нам нужны. Поэтому гипотоникам я всем рекомендую обязательно используйте микрогидрин вместе с Алтимейтом, вместе с Фикотеном, вместе с Активином, то есть с любой из формул, содержащей разные витамины, поливитаминная форма. Результаты потрясающие. И еще. Я, конечно, самое мощное впечатление, обычно это первое впечатление использования, когда мы получили только микрогидрин в 99-м году, я еще получила капсулу микрогидрина как бы на апробацию, да, и спирулина, вот только-только появились наши компании, я собрала, человек 20 было в офисе, и я всем пораздавала капсулу микрогидрина, капсулу спирулина, говорю, ребята, замечательные, вот я слушала лекции, я знаю, что это такое, можно не бояться, я вот пью, мы все вместе, меня поразило, что произошло на следующий день, они все сбежались на следующий день. Марина, что это было, что это такое, я обычно прихожу домой, часов в 10, еле ноги волоку, я уже спать, я закончила мыть и убирать в квартире только тогда, когда в Одессе отключили воду, это после часу ночи, у меня такие результаты, а у меня столько энергии, что это? Вот это и есть реальный результат микрогидрина. И самое главное и последнее, каждый человек выбирает себе тот образ жизни, тот стиль жизни, который ему интересен, чего он хочет. Некоторые люди сразу понимают ценность такой мощной защиты и энергии, некоторым людям понадобится посомневаться некоторое время, проверить все на родственниках, на женах, и почитать все это очень серьезно. Но я вам хочу сказать, микрогидрин пьют и пенсионеры, и миллионеры, и дети, и взрослые, и спортсмены, и домохозяйки, и бизнесмены, у этого продукта нет показаний. Там обязательно нужно иметь больное сердце, печень. Кстати, по поводу печени, это единственный продукт, который действительно защищает и восстанавливает клетки печени даже при гепатите С. Это исследования были проведены и в Америке, и у нас мы проводили исследование в Ленинградской медицинской академии на кафедре профессора Радченко. Важно, что вы хотите. Есть два пути, есть можно насобирать проблемы, потом героически с ними бороться. А есть другая возможность. Уже сегодня защищаться так, чтобы не истратить все отпущенные вам силы в юности, а потом неизвестно, как на костылях пробираться к возрасту зрелости. А уже сегодня защищать свой организм, чтобы разумно и эффективно истратить энергию, чтобы и в 70, и в 80, и в 90 лет испытывать энергию и наслаждаться жизнью, а не рассказывать о том, какие мы были молодые, и как нам было раньше хорошо. Вот, собственно. Мы благодарим Марину за такую содержательную беседу. Я вам очень благодарна. Я думаю, что это вам поможет всем. И я просто сейчас прошу, присоединяйтесь к нам, быть здоровыми, счастливыми и успешными. Не выдумывайте никаких особых систем. Пользуйтесь тем, что проверено. И главное, отдавай эту информацию, вы действительно будете не только здоровы, приобретете благодарных людей, вы еще станете финансово успешными. А это очень-очень приятно. Ведь мы же в гостях не у меня дома. Ведь мы же в декабре месяц. Снег, гололед у нас в России, на Украине. Минус 10. Минус 10, минус 18. А у нас тут плюс 27, солнце, море. Вот это называется в гостях. В гостях у компании Международный коралловый клуб, которая сегодня отмечает 6 лет своей жизни, работы, дружбы на конференции в Египте. В Шерм-аль-Шейхе. Вот что дает микроэгидри. И мы ему благодарны. И благодарны компании. Счастливо, счастливо я желаю каждому из вас сделать правильный выбор и изменить свою жизнь. Международный коралловый клуб.